Вместо отдыха на тайских курортах десятки людей проводят отпуск в Казанском аэропорту. Они должны были вылететь более 17 часов назад. Но этого так и не произошло. Люди утверждают, что все их бросили и никто ничего толком не объясняет. Наши корреспонденты отправились выяснять, в чем дело. Отношение какое-то удивительно наплевательское. Эту ночь пассажиры рейса Казань-Бангкок провели на чемоданах и в поисках виноватого. Вместо долгожданного отдыха им приходится обивать пороги кабинетов в аэропорту. Больше 200 человек уже сутки живут в зале ожидания. По словам пассажиров, представителей авиакомпании им пришлось искать самим. А покормили людей только после визита съемочной группы. Никаких внятных объяснений нам представители не дают. И хотел бы выразить возмущение всех людей, присутствующих более 300 человек. Мало того, что мы потеряли сутки из нашего законно заработанного, трудом оплаченного отдыха. Помимо этого, безответственное абсолютно отношение одной из крупнейших компаний. Спихивает свои проблемы трансаэро на аэропорт. Никто толком сказать ничего не хочет и не может. По словам представителей трансаэро, причиной задержки стала техническая неисправность самолета. Геннадий Торговцев говорит, что людям предоставили гостиничные номера и питание. Это вина трансаэра, и никто это не отрицает. Кто откажется от полета или какие-либо выставляет претензии, в официальном порядке, как любой гражданин. Юридический отдел трансаэра будет рассматривать и возмущать. Представители международного аэропорта Казань рассказали, что готовы отправить рейс в любое время. Теперь все зависит от решения авиакомпании. Возможно, пассажиры вылетят за границу другим рейсом. Светлана Салманова, Илья Савельев, Вести, Татарстан.